Первое преступление местные Бонни и Клайд совершили еще в сентябре 2014 года. В одном из городов Рязанской области зашли в дом к пенсионеру, представились с его родственниками. Им на руку сыграло плохое зрение у мужчины. И пока парень распевал за встречу с дедом, его подельница обыскивала соседние комнаты. От деда они ушли с деньгами. Уже во втором преступлении парочка решила действовать жестче. Ночью они вскрыли окно частного дома и пробрались внутрь, где спала бабушка. В комнате они нашли только 500 рублей. Решив, что вся нажива под матрасом, где спит бабушка, грабители запустили свои руки и туда. Начала поднимать матрасы, соответственно, посмотрела, женщина проснулась, начала кричать, кто такие, что тут делают. Соответственно, в этой связи между ними произошел конфликт. Эти, так сказать, нападавшие начали избивать женщину, требуя от нее выдать деньги. Избили они ее сильно, после чего она от причиненных через повреждение скончалась на месте. А нападавшие смогли похитить 500 рублей, других денег они не нашли и убежали. Через неделю новое нападение и снова новая схема. Парень надел на голову платок, а его знакомые осталось наблюдать. Юноша в платочке постучался в дверь, избил пенсионера и похитил деньги из золота. К счастью, обошлось без жертв. Задержали преступников только через два месяца. У преступления не было единого стиля, а пенсионеры путались в показаниях. И если парню удалось поймать сразу, девушка уехала в Казахстан и получила местное гражданство. И в сентябре этого года, будучи уже гражданка другого государства, начала пересекать границу. Но ввиду того, что она была в розыске, на границе была задержана, доставлена к нам для проведения следственных действий. Соответственно, следственные действия здесь не были проведены. Виновность ее была доказана. В настоящее время уголовное дело направлено в Ряжский районный суд, где рассматривается по существу. Обоим преступникам вменяют четыре статьи – кража, грабеж, разбой и тяжкий телесный, повлекший по неосторожности смерть потерпевшего. Максимальное наказание – 15 лет. Юноша половину уже отсидел. Девушка в самом начале пути. Парочка знакомы с детства. Когда ему было 13, а она была в два раза старше, они вместе совершили свой первый грабеж. И вот теперь решили вернуться на прежнюю дорожку. Но ненадолго. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».